Привет, привет неугомонные аудиофилы, басофилы, меломаны. Сегодня я предлагаю вашему вниманию сравнение двух моделей Edifier, которые внешне очень похожи, но контрастно разные внутри. Эта модель MR5 новинка и тоже новинка S880 DBMK2. Сначала что же объединяет эти модели? Эти модели выполнены одной компанией, видимо разработаны в одном КБ, тестированы одними и те же средствами, то есть их параметры имеют смысл сравнивать. Я так говорю, потому что если бы эти модели были разных компаний, у которых приняты разные индустриальные стандарты, а там большой разбег довольно в них есть, то сравнить эти параметры было бы невозможно практически. Тот же, например, диапазон частот, заявленный без указания окна, допустим плюс минус 3 дБ в одной компании и плюс минус 6 дБ в другой компании, это разные цифры, они вообще ничего общего не имеют. Но это я так предварил. На самом деле эти модели выполнены контрастно, как я сказал, по-разному. Если MR5 это трехполосная система, трехполосная система, у которой 3,5 дюймов вуфер, то МК-2 880, я имею в виду, выполнена на вуфере 3,75, который воспроизводит и низкие и средние частоты. А здесь для низких частот в MR5 еще и 5-дюймовый вуфер есть, который спрятан внутрь этой колоночки, там сабвуфер стоит в оформлении bandpass 6 порядка, то есть двумя портами фазоинвертора, ну кажется, что их три, на самом деле два, это один в разные стороны разведен просто, и таким образом имеет преимущество, во-первых, это три полосы, что позволяет более детально, например, воспроизводить средние частоты, я вот его назвал широкополосным динамиком с подпоркой снизу и сверху, это довольно популярный среди аудиолюбителей, аудиоконструкторов домашних систем людей, потому что это закрывает сразу много вопросов, но правда они получаются, ну у людей, которые делают это дома, это получается жанрозаточенная штука. Но здесь это не получается, знаете почему? Потому что это мультимедиа, это в сущности колонки для стола, ну раньше это называлось компьютерными колонками, и претензии, музыкальные претензии к ним предъявлять, в общем-то, бессмысленно. Равно как, впрочем, и называть их мониторами, что у меня вызывают блевотный рефлекс, и не надо этого делать, я считаю, как специалист, скажем так, ну а вы, кому-то было не лист, то есть кому что нравится. Но суть в том, что эти колонки по абсолютной бюджетной цене, правда эско относится уже к лакшери серии от Edifar, ну опять же, среди мультимедиа, понимаете, это не среди Mercedes, это среди Lanos все, то есть происходит. Она заметна как бы выше рангом, там те же излучатели выполнены, иначе стоят безусловно дороже, в электронике тоже некоторые излишества. Все это я рассказывал в обзоре этой модели, вероятнее всего вы, мой зритель, смотрели эти обзоры, если вас интересует именно эта модель, это или это. Я же говорю сейчас именно о сравнении. Также я не буду касаться пользовательских функций, но этим можно пройтись коротко, если, например, в MR5, которые называют мониторами Edifar, возможно, не просто вынесли эту серию в мониторы, то есть это MR3, MR4, MR5. Важно, что она не имеет пульт дистанционного управления, не имеет цифровых ходов, то есть она ограничена во многом, это сэкономило некоторых денег, между прочим, вам для стоимости этой модели, и как бы ее сделало более направленной на звук, то есть вот звук, 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 в первую очередь, а сервис, все, что вокруг звука, здесь как бы на второй план отступило. В этой же системе, видите, пультик лентяйка есть, и там сюси-пуси, там экранчик какой-то, и какие-то там, если я не ошибаюсь, титановые твиттеры, 1,25 дюйма, это крупный титановый твиттер, очевидно, ему дали полосу пошире, я не помню, тоже там в обзоре этой системы рассказывал, звучат они классно, кстати, безусловно, и басовиты довольно звучат. Так вот, как они басовиты будут звучать, по сравнению с трехполоской, с вуферами внутри. Вот это вот является интригой сегодняшнего выпуска, и что я предлагаю вам, собственно, и посмотреть. Давайте сравним параметры этой модели, этих моделей. Для этого я вот тут сделал закладочку себе, вот перед вами спецификация трехполоски, то есть вы видите три динамика, 5-дюймовый вуфер, 3,75 мид и 1-дюймовый шелковый купольный твиттер, в то же время, как здесь титановый купольный твиттер увеличенного размера, и 3,75 длинноходный алюминиевой диафрагмой мид вуфер. Частотный диапазон его заявлен как 50 Гц и 40 кГц, в то время, как здесь частотный диапазон 46 Гц, 40 кГц. Где они взяли эти 40 кГц, я не знаю. Ну и не страшно, то есть мы сейчас не об этом с вами говорим. Вот, кстати, габариты, то есть максимальный размер 237, это очевидно высота, а тут 280, то есть 880 еще и побольше получилось. То есть, прошу прощения, трехполоска получилось побольше, естественно, а 880 получилась поменьше. Тут просто не видно, вот так вот видно, что это 880. Да, какая из этих моделей громче звучит? Такой частый вопрос повторяется. Вот громче звучит, у этой мощность, мощность этой 32, 12, 44, 88 ватт, 55 ватт на канал. Да? Нет, стоп. 55 ватт, 110 ватт, допустим. То есть, это звучит громче, трехполоска получается, что звучит громче. Потому что, если сложить все мощности, то будет громче. Но, дорогие друзья, аудио не действуют эти законы, которые в школе проходят в таблице умножения. Ну, например, двухполоска, двухполоска, двухполоска у нее, медбас 32 ватта, тут написано, кстати, ватты и громкость, это не одно и то же, оно вообще никак не коррелирует. Ну, в общем случае. Например, у меня утюг полтора киловатта, но он никак не звучит, да? То есть, мощность еще и нужно преобразовать, и вот коэффициент преобразования, так называемый КПД. Динамика бывает разным. Ну, допустим, в бытовых системах он может вдвое отличаться. Ну, так, образно, да? То есть, один динамик 10 ватт может звучать там с одним уровнем громкости, а другой динамик с мощностью 5 ватт может звучать чуть громче, предположим. То есть, надо понимать. Однако, если динамики выполнены по одной технологии, а это длинноходы на резиновом подвесе. Весьма вероятно, что у них чувствительность, так называемая, похожа, по крайней мере. И можно как-то где-то сравнить. Так вот, давайте сравним. Кто громче звучит на одном килогерце, например? Напомню, это среднечастотный диапазон для трех полоски. Трех полоски на середине 15 ватт на канал, а в двух полоски 32. Вдвое больше, чем вдвое больше. Стало быть, несмотря на то, что у нее суммарная мощность ну, на треть меньше там, не помню, она звучит громче, да? То есть, на нее подается большая мощность. Востребованы ли это? Науке неизвестно. Короче говоря, все вот эти вот системы домашние, они рады, когда достигают 101 дБ в одном метре. То есть, это умеренный уровень громкости, который не может привести к непоправимым потерям слуха человека, и редко делают больше. Примерно одинаково они по громкости звучат. И если вам не хватает громкости, то вы конкретно ошиблись не моделью колонок, а типом акустической системы. Вам нужна более мощная, скорее всего, компонентная аудиосистема, которая продается в других магазинах, как правило. Ну, еще и брать не интернет-магазины, а живые. Ну вот, и они никак не перемешиваются. То есть, это отдельно стоящая система. Там студеные мониторы могут 112 дБ, например, иметь в одном метре. Но это значительно громче. Это очень громко. Ну, в одном метре, опять же. Если вы танцпол хотите сделать у себя дома или на даче, то ни то, ни то не подходит. Ну, таких комплектов надо будет 10 штук для того, чтобы хоть как-то закрыть вопрос просто громкости. Я уже не говорю о качестве и так далее. Такие дела, дорогие друзья. Давайте послушаем, как теперь они это сделают. При солидно похожем диапазоне 146 герц, а здесь 50 герц, допустим, низшая частота, указанная в одном стандарте, очевидно. То есть, это лаборатория AdiFire тестировалась. Как вы сочтете, насколько оправдана применение трех полос для воспроизведения музыки. Насколько повысилась детальность, что там на средних частотах. Посмотрите по графику, по спектру анализатора, который будет приведен, как отработаны басовые регистры, как отработаны средние частоты диапазоны, что там творится сверху. Все это можно было посмотреть в обзорах этих систем, там где я делал звучание той и другой системы на моем но он более качественный, записан с высоким разрешением. Но здесь тоже это в сравнении можно себе представить. Для оценки басовых способностей той и другой системы, давайте сравним их кривые импедансы. Вот перед вами кривая импедансы S880MK2, а вот, соответственно, MR5. Давайте-ка их сложим и посмотрим, какая из них имеет больше шансов басить. И вот что получается, дорогие мои, что MR5 настроена таки заметно глубже, где-то на пятьдесят семь герц, допустим, настроена, а 880 настроена на почти семьдесят герц. В общем, и не мудрено, потому что там, тамошний мид должен работать также и в среднечастотной полосе, в то время как у MR5 он от нее избавлен и работает только на низкочастотную. Вот таким образом. Ну, давайте послушаем, как это все звучит. Всем пока, дорогие друзья. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok